Добрый день, Эдуард Овсепович! Спасибо, что приняли наше приглашение. Спасибо вам за приглашение. Благодарю вас за приглашение. Хочу отметить, что я полностью поддерживаю послание третьего президента и председателя нашей партии Сергея Азатовича Царксиана. В первую очередь хочу отметить, что возвращение нашей Родины и части нашей Родины это не реваж, это историческая справедливость. А то, что Армения проиграла эту войну, народ не проиграл эту войну, а нас предали, было практически уже ясно в середине октября. А после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что 19-20 октября он предложил премьер-министру Армении пойти на перемирие, но, как сказал Владимир Владимирович, для него очень странно было, что армянская сторона... То есть он сначала сказал американские партнеры, но потом сказал армянские партнеры, я и думаю, что это было так просто так сказано, про американских партнеров. И он сказал, что для меня было очень странно, что армянская сторона не пошла на это перемирие. И мы знаем, что в этой теме только незначительные территории на юге оставались под контролем Азербайджана, а в частности духовная и культурная столица Арцаха Шуши оставалась армянской, и Гадру тоже оставался армянским. И когда в это время премьер-министр Армении, страна, которая находится в войне, страна, которая, по мнению руководителя генерального штаба Уник и Гаспаяна, не имеет ресурс для того, чтобы победить в этой войне, отказывается от предложения российской стороны, своего союзника, что это, если не предательство со стороны руководителей нашей республики. Да, и неоднократно в наших интервью, во время наших митингов, мы заявляли, я в частности заявлял, что со стороны так называемого премьер-министра было четкое предательство. Если на четвертый день руководитель генштаба докладывает премьер-министру, что незамедлительно должны боевые действия закончиться. Если 12 октября на встрече с непарламентскими силами в правительстве, я как член Республиканской партии Армении предлагаю Пашиняну позвонить Путину, пойти на все, чтобы было перемирие. Если 19-20 октября он отказывается от последничества российской стороны, если на второй или на третий день войны Пашиняна заявляет, что в его повестке нет вопроса российских миротворцев, что это, если не предательство? Да, предали нашу армию и наш народ, соросо-турецкий руководитель нашей страны. И я уверен, неоднократно в студии РАМУК-ТВ я заявлял, что так называемая бархатная революция 2018 года, в которой не была революция, в которой была захват власти, которая была захватом власти, этот захват власти имел две цели. Цель первая – пойти на антиармянское решение в вопросе Нагорного Карабаха, в вопросе Арцаха. И второе – сделать все возможное, чтобы армяно-российские и соотношения испортились. Сегодня мы увидим, что за практически эти три года после войны мы увидели, что в вопросе Нагорного Карабаха нету проармянских решений. Пашинян все взял для того, чтобы началась война. Пашинян все взял для того, чтобы он дал легитимное право Олегу начать эту войну, когда в Степан Акерсе в 2019 году заявил, что Нагорный Карабах – это Армения и точка. Пашинян взял все возможное, поставляя ультиматумы перед сопредседателем мемикской группы ОБС, чтобы началась война. И 44 дня он сделал все возможное и невозможное, чтобы мы проиграли в этой войне. То есть не мы проиграли, а азербайджанская армия вошла в Гадрут и в Шуши. И мы подписали эту капитуляцию. А что оказается армяно-российских отношений, то в 2,5 года он взял все возможное, чтобы эти отношения не имели союзнических характеров. По поводу армяно-российских отношений, на днях второй президент Армении Роберт Кочарян заявил, что нынешние власти Армению из военно-политического союзника России превратили в ее протекторат, и что Армения на сегодняшний день не в состоянии обеспечить свою безопасность. Вы согласны с этим утверждением? Я не то, что согласен. Я еще до этого интервью, месяц назад, более точно, 31 декабря 2020 года, дал интервью и сказал, что сегодня у генерала Мурадова больше власти, чем у Арайка Арутяна и Никола Пачиняна. То есть стандус отношений изменился? А у Армении сейчас нет государственности. У нас практически нет независимости. У нас практически нет суверенитета. Что такое суверенитет? Это то, что власть может делать суверенные решения. Наша власть в лице этого предателя может сейчас решить что-то суверенное. Если бы в Арцахе не появились российские миротворцы, там уже были бы азербайджанцы. И в Степанакерте, и в Мартакерте, и в Аскеране. Власть, которая не может решить вопрос безопасности своего народа. Что творится в Сюнике? В Шурнухе, в Ворутане. Там идут на переговоры не государственные деятели, не власти Армении, а местные жители с азербайджанцами. Азербайджанская армия приходит на армянскую территорию и говорит, что эта территория уже моя. А там нет ни одного госчиновника с армянской стороны, чтобы он ввел переговоры с азербайджанской стороной. И, конечно, как можно говорить о том, что сегодня в Армении есть суверенитет, и сегодня в Армении есть государственность. Благодаря, в кавычках, благодаря Пашняну, сегодня нет независимого Арцаха и практически независимой Армении. 30 января в Москве намечена встреча заместителей премьер-министров Армении, России и Азербайджана. Что ожидать от этой встречи? И с чем связаны, на Ваш взгляд, вот эти препятствия азербайджанской стороны в вопросе возвращения пленных? Знаете, пока эти власти находятся у руля, ждать от этих властей чего-то позитивного невозможно. Чего хочет Азербайджан и к чему стремится Азербайджан? То есть Азербайджан и турецкий тантем к чему стремятся. Они четко знают, что сегодня исполнительную власть в Армении руководит человек, который не в состоянии обеспечить безопасность собственного народа, который не в состоянии поддержать интересы собственной страны и народа на переговорах. И они должны делать все возможное, чтобы от этого подарка, а подарок называется Никол Пашинян, он подарок для азербайджанцев и турок, взять все возможное. Пока у руля власти находится этот режим, Пашиняновский, то есть Соросовский режим, армянская сторона, общественность Армении не должна ждать ничего позитивного. Он уже 11 января заявлял перед поиской в Москву. Что заявил? Он заявил, что главным краеугольным вопросом в этих переговорах должен быть вопрос военнопленных и без вести пропавших. И что он решил этот вопрос? Он не решил. Но Олев его заставил подписать тот документ, который исходит исключительно из интересов Азербайджана и Турции. В этом документе нет ни одной точки, которая поддерживает интересы армянской стороны. Но Пашинянов подписал. И народ Армении, диаспора армянская должны понимать, что этот человек исчерпал себя. Он практически защищает интересы Азербайджана и Турецкого тандема. И когда меня часто спрашивают, а почему он не подает в отставку? И кто не пускает, чтобы он не подал в отставку? У меня такой тайский вопрос. А что вам непонятно? Эрдоган и Олеев. Эрдоган и Олеев не пускают, чтобы Пашинян подал в отставку. Потому что другого такого антиармянского руководителя невозможно найти. в связи со скандальными назначениями Лилит Макунз и Владимира Карапетяна послами в США и Украину. Согласны ли вы с утверждением, что Пашинян тем самым спасает себя и людей, знающих его тайны, и что это, как говорят, увод ключевых свидетелей из-под удара? Я не думаю так. Во-первых, я думаю, что у оппозиции и у здоровомыслящего общества, то есть части общества, в повестке должен стоять исключительно один вопрос. Вопрос ухода Пашиняна или вопрос отставки Пашиняна. Все другие вопросы это второстепенно сегодня. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, заявить, что если Пашинян сегодня занимает пост премьер-министра, для меня ничего неестественного нет, что Лилит Макунз может стать нашим послом в Соединенных Штатах о Владимире Карапетян в Украине. И сегодня вместо того, чтобы рассматривать вопрос, кого он назначает, кого он не назначает, а кого может назначить этот человек. Человек, который предал интересы собственного народа, интересы собственного отечества. Как он может назначить на такую важную должность профессионального кадра кадра, у которого есть национальная идеология. Мы заблуждаемся, все мы заблуждаемся, если ждем от этого предавшего нашего интереса человека чего-то позитивного. неужели эта война, эти два с половиной года не показали, что этот человек не способен управлять страной, что за эти два с половиной года он сделал и делает все возможно для того, чтобы Армения как независимая суверенная страна, как субъект международного права ослабла. Сегодня благодаря, в кавышках, благодаря этому предателю Армения от субъекта превратилась в объект. если раньше в мировой политике, в международной политике, в территориальной политике с нашей республикой считались и наши партнеры, извините, и наши враги, и наш союзник, то сегодня кто серьезно считается с интересами Армении? Кто всерьез воспринимает этого человека? Кто его всерьез не воспринимают ни здесь, ни за пределами Армении? Вы заявляли, что в случае внеочередных выборов республиканская партия Армении не собирается в них участвовать, если во главе правящей команды будет выдвинут Пашинян. Но этот вопрос можно обсуждать, если будет выдвинут от их команды кто-то другой. Не изменила ли партия свое мнение по этому поводу? И если нет, то вы готовы вступить в политическую борьбу с нынешней правящей командой? Я однократно заявлял, что сегодня заявил в вашей программе, что сегодня для оппозиционно насрудных политических сил в повестке дня должен быть исключительно один вопрос. Вопрос отставки премьер-министра подчиняем. Все другие вопросы это уже второстепенные вопросы. Пока он у руля нашего государства, о каких легитимных, легальных, транспарентных, конкурентоспособных выборах можно говорить? Как он пошел в Ярабалур? Помните? со своей охраной, сотнями тишинами полицейских? Как же будут эти выборы? Он напишет здесь 50% для его команды, а все остальные, которые пойдут, в чем мне соревноваться с ним? Выборы же это конкуренция, да? в чем если я уверен, что он предатель? Если я уверен, что он предал интересы моей страны? А я в этом уверен. Я четко заявляю, что после 19 октября все для меня было ясно, что этот человек не то, что не в состоянии защищать интересы Армении и Арцаха. А не хочет этого сделать. Я ему неоднократно давал такие вопросы, но он не отвечал, ни он, ни представители его команды. Почему 19 и 20 октября он не принял предложение Владимира Путина остановить войну? И сам Путин заявлял, что если бы Пашинян пошел на это предложение, то цитата незначительные территории на юге, только незначительные территории на юге, это цитата от Путина, отходили к Азербайджану, остальная территория и в частности Шуши оставались под контролем армянской стороны. Может ли мне ответить этот человек, почему он не пошел на это перемирие? А когда после этого уже в парламенте заявляет, что Шуши, у которого было 90% азербайджанское население, разве можно этот город назвать по статусу армянским? Уже ясно, что этот человек не то, что не способен защищать наши интересы, а он назначен здесь еще два с половиной года был назначен на эту должность для того, чтобы не защищать эти интересы, а защищать 40% турецко-азербайджанских интересы. И все же кажется Пашинян пока не спешит уходить в отставку и внеочередные выборы вполне возможно, как заявляет сейчас правящая команда. Вот Кочарян на днях заявил, что он и его команда будут участвовать в выборах и что нельзя позволить воспроизвестись этой нынешней власти. И вот получается, что оппозиция 17 партий выступают против внеочередных выборов, они не собираются участвовать. Кочарян заявляет, что их команда будет участвовать. Как вы прокомментируете эту ситуацию среди оппозиции? Во-первых, я заявление второго президента Армении, уважаемого Роберда Сераковича Кочаряна, героя Арсаха Роберда Кочаряна, не буду комментировать, это его право, имеет он на такое право, право на это. Второе, формально вопрос внеочередных выборов не стоит, поскольку никто не заявлял формально и официально, что в Армении этого числа будут выборы. Этот вопрос висит в воздухе, а по-моему это блеф от Пашиняна. Для того, чтобы пойти на внеочередные выборы, надо, чтобы Никол Пашинян ушел из власти, подал в отставку. вопрос, если он хочет этих внеочередных парламентских выборов, а почему он не идет на этот шаг? Почему он не подает в отставку? Боится, что 20 с чем-то депутатов из его команды проголосуют за другого кандидата? Если он хочет этих внеочередных выборов, и это не блеф, пусть он подаст в отставку. После этого парламент имеет право два раза избрать или не избрать премьер-министра. И только после этого будут назначены внеочередные выборы по армянскому законодательству. Поскольку формально и официально вопрос выборов не стремится, я воздержусь от многих комментариев. Что касается нашего мнения, мнения нашей партии, да, и исключительно моего личного мнения, я неоднократно заявлял, что сегодня главным вопросом должен быть вопрос ухода подчиняя от поста премьер-министра. И мы должны все сделать возможно, чтобы врагом закона он подал в отставку. Поскольку каждый день нахождение его у власти это минус, большой минус для Армении и Арцаха. А когда говорят, он не подает в отставку, знаете, я вспомнил слова Наполеона Бонапарта, который говорил, что невозможно остановиться при падении. Почти не падает. И невозможно остановить это падение. рано или поздно это падение приведет Пашиняна в пропасть. В одном из своих интервью вы заявляете, что если Пашинян в скором времени уйдет в отставку, вы готовы уйти из политики. Как связано... Не в интервью, я это заявил 15 числа, 15 ноября я это заявил на митинге и оппозиции перед многотысячными соотечественниками. Немножко это выяснилось из контекста, но я хочу сказать, как это связано. Поскольку команда Пашиняна, которая делает все возможное для фейк-ньюзов, она заявляла, и сам Пашиняна, что бывшие власти стремятся прийти это реванш бывших властей, реванш республиканской партии, я четко заявил, что мы не хотим возвращаться, мы не жаждуем власти. Это сегодняшняя борьба, это не борьба позиций и позиций. Сегодняшняя борьба не за 20 или 30 мандатов сегодняшняя борьба это за спасение нашей Родины, за спасение наших детей. И я сказал, что если кто-то сомневается, что мы, республиканцы, и я сегодня пришли на этот митинг исключительно для того, чтобы снова сделать реваж, я четко заявляю, что если Пашиня в эти дни подаст в отставку, уйдет из поста от премьер-министра, я готов и четко заявляю, что я ухожу с политики. Но, как известно, Пашиня не подал в отставку, он любит свое кресло премьер-министра больше своей родины. И сегодня я нахожусь здесь и даю вам интервью. Еще раз заявляю, что мы республиканцы и все и очень многие здравомыслящие люди в Армении понимают, что этот человек проблема номер один для армянского народа. И он должен уйти. Вы говорите, что республиканская партия уникальна тем, что не стремится во власть. Но ведь через политическую власть политические силы воплощают свои программы. Но сегодня знаете, вы говорите то, что есть на самом деле в политике. Для чего прийти в политику? Если политическая партия не стремится быть у власти, зачем тогда эту партию организовать? Но сегодняшняя ситуация это совсем другая ситуация. Сегодняшняя ситуация возможно только похожа на ситуацию 88-го года. Тогда тоже был вопрос Арцаха. Тогда народ не выходил на площадь свободы, тогда на площадь Зобера не для того, чтобы коммунисты ушли, а он пришел. Даже на первом этапе этой борьбы народ ходил на эти митинги лозунгом ленин партия Горбачев. Им было нужно только чтобы Арцах был в составе нашей Армении. То есть не был в составе Азербайджана. Сегодня это вопрос будущего нашей страны. Сегодняшняя борьба это не борьба оппозиции и позиции. Это не борьба ради власти. Это не борьба 30 или 40 мандатов. Это не межфракционная борьба. Это не борьба между разными партиями. Это борьба за будущее Армении. Это борьба против Сороса турецкого десанта, который два с половиной года уже у руля нашей республики. И поэтому я заявляю, что сегодняшняя борьба это не только против Никола. Это борьба против николизма. И в этой борьбе все национально государственно мыслящие политики граждане Армении должны четко понимать, что должны решить эту проблему. После того, как он уже уйдет, тогда уже будет классическая политическая борьба, борьба идеологий, и борьба уже конкурентная борьба между разными партиями. Сегодня нарастает новое движение «Сильная Армения с Россией за Новый Союз». Орг. Комитет движения выступает за более глубокую интеграцию Армении с Россией во всех сферах и в итоге предполагается вступление в союзное государство с Россией. Как вы относитесь к этому движению? Интересно. идея интересная идея. Я хочу отметить, что сегодня практически главным и единственным объектом или субъектом безопасности армении является Российская Федерация и Российская военная база. Если бы 102-я военная база не была дислоцирована в Армении, если бы сегодня в Арцахе не были российские миротворцы, то турецко-азербайджанская агрессия уже была не только в Арцахе, но и непосредственно в Армении. Я всегда и в годы вице-президентства в парламенте, когда был во власти и сегодня когда изменился мой статус в политическом поле, когда я стал уже оппозиционером, я всегда имел четкую позицию. Я заявлял и заявляю, что единственным союзником нашей республики это Российская Федерация. Я всегда заявил и заявляю, что Армения должна углублять свою интеграцию и в Российском Союзе, и в ОДКБ, и в разных структурах, где есть Российская Федерация. Мы должны развивать наши союзнические отношения и в военном, и в политическом, и в гуманитарной во всех этих сферах. Что касается этой идеи, еще раз сказать, что это интересная идея. И будущая Армения, будущая Армения, я также думаю, что будет сильная Россия. И я неоднократно заявлял, что Армения и Россия естественные союзники. В интересах России сильная Армения, в интересах Армении сильная Россия. В идеологическом смысле мы же и Россия и Армения являемся носителями христианской цивилизации. Носителями восточно-христианской цивилизации. И в этом вопросе у России особенная миссия. Миссия Третьего Рима. То есть вопрос лидерства восточно-христианской цивилизации. И мы понимаем, что вопрос пансюркизма сегодня очень актуален. А пансюркизм это не только против Армении. Пансюркизм в первую очередь угроза для Российской Федерации. И для нас на Кавказе главным конкурентом. Я не говорю врагом, но главным конкурентом. В России всегда была Турция. Я историк, я этого хорошо знаю. Посмотрите, с начала 19 века сколько русско-турецких войн было на Кавказе. И если мы хотим иметь сильную государственность, сильную страну, традиционную страну, мы должны развивать и углублять интеграцию с Российской Федерацией, которая исходит и из интересов России, и из интересов Республики Армения. Эдуард Овсепович, спасибо большое за интересную беседу. Вам спасибо. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров